Всем привет, с вами Orbex. Добро пожаловать на первый урок по программированию на этом канале, а точнее на урок по языку Python. В этом видео мы разберем самые основы одного из самых популярных языков программирования в мире. Но почему Python? Это один из самых простых языков, на котором были написаны такие медиагиганты, как YouTube, Google, PayPal и многие другие. Не будем тянуть и сразу перейдем в программу для написания кода, под названием PayCharm. Вкратце, чтобы его установить, нужно сначала скачать сам Python на официальном сайте, а потом PayCharm и уже в PayCharm создать новый проект, выбрав файл, куда будут сохраняться все наши действия. Еще при запуске кода у нас может не работать кнопка запуска кода Run. Чтобы это исправить, нужно перейти в настройки, потом в Python interpreter и указать другой файл. Ну а теперь перейдем к самому программированию, а именно к Print. Что с английского переводится как напечатать. Мы просто должны написать эту команду и в скобках написать то, что вы хотите. Обратите внимание, слово, которое вы хотите напечатать, должно быть в кавычках, иначе программа подумает, что это переменная. Кстати, перейдем к переменным. Грубо говоря, это контейнер, в котором может содержаться информация. На разных строках пишем A и B, они будут нашими контейнерами. Чтобы положить что-то в переменную, нужно написать равно. Например, в A мы положим 20, а в B 5. У нас есть два контейнера, которые хранят числа. Ну а теперь перейдем к математическим вычислениям. Пишем Print в скобках A и B. Как видите, я не писал кавычки, ведь так программа напечатает сами буквы, а не ответ. Между данными переменами мы можем поставить какие-то знаки. Плюс, минус, умножение это звездочка, степень это две звездочки, деление слэш, деление без остатка два слэша. И остаток от числа это процент. Допустим, поставим плюс и запустим программу. У нас получилось 25. Теперь поставим знак деления, и как видите, у нас выявился ответ 4. Чтобы у нас выявилось какое-то слово, например, результат, нам нужно вписать его в скобки print. Если мы просто поставим это слово в кавычки, у нас ничего не получится, и программа выдаст ошибку. Чтобы это исправить, нужно поставить запятую между A, делить на B и результат. Теперь у нас всё работает. Также мы можем производить вычисление переменных не в print, а в других переменных. Например, пишем total, что приводится как всё или весь. Поставим равно, и уже здесь пишем A плюс B, а в print вместо A плюс B пишем total. Как видите, всё работает, и вот результат сложения. Теперь давайте сделаем так, чтобы сам пользователь вводил информацию. Напишем программу, которая будет приветствовать пользователя. Пишем переменную, назовем её name, и после равно пишем input. Эта команда позволяет вводить информацию. После input ставим круглые скобки и кавычки. В них мы пишем введите своё имя. На следующей строчке пишем print, и в скобках пишем здравствуйте. Потом разделяем запятой текст и переменную, и запускаем программу. Введём, например, то ли, и как видите, наша программа работает. Теперь вернёмся к числам. Так как у нас два числа, нам нужно написать два input. Input работает только с текстом, поэтому перед input нам нужно поставить int. И вот так поставить скобки. Напишем введите первое число, а в переменной B введите второе число. Ниже пишем total равно A умноженный на B. В print пишем результат умножения, запятая total. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Первое число пускай будет 3, а второе 5. Как и видим, программа выдала правильный ответ. Или введём 20 и 45. Вот такой ответ у нас получился. На этом всё, увидимся в новых уроках. А пока советую посмотреть мои прошлые видео, где я рассказываю о других программах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!